What is in the war? Свидетельство войны. Это огромный просто... Я даже не представляю, какой-то пласт информации нужно было обработать, потому что все понимаем, что Instagram Stories — это достаточно короткий формат. Истории миллионы. Я думаю, я сейчас не преувеличиваю. Скажите, пожалуйста, как именно отбирались непосредственно эти истории для короткого формата, понятного зрителю, в частности, англоязычному? Ну, в этом проекте принимает участие огромное количество волонтеров. Это большой формат, это не только проекты, о которых вы сейчас рассказывали. Есть много проектов, связанных с художниками, с проявлениями... Вернее, с поэзиями и так далее. То есть таких проектов достаточно много. Поэтому, что касается конкретно этого проекта, я точно сказать не могу. Он, наверное, отличный. Но инициатив, которые связаны с историями войны и проявлениями их в культуре, большое количество, огромное. И хотелось бы продолжить. Я с вами обсужу вашу же цитату, но тем не менее. Атака на украинскую культуру и идентичность. 464 эпизода военных преступлений России против украинского культурного наследия зафиксировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины. В результате обстрела уничтожены или пострадали 361 художественные объекты, заведения культуры, среди которых более 160 религиозных сооружений, 70 домов культуры, более 50 мемориальных памятников. И это данные на 11 августа только. Уничтожены или повреждены также библиотеки, музеи и заповедники. Преступления зафиксированы в 15 регионах Украины и больше всего повреждений в Харьковской и Донецкой областях. Скажите, есть ли понимание, за чьи средства это может быть восстановлено? Потому что мы знаем, что многие страны уже заявили, что будут восстанавливать те или иные города, например, Ирпень, Бучу. Вот то, что касается культурного наследия, есть ли какие-то предложения сейчас для того, чтобы можно было восстанавливать это за счет иностранных доноров? Иностранные доноры — это хорошо. И есть конкретные проекты в Киевской, Харьковской, Сумских областях, Черниговской областях, где есть конкретные предложения о восстановлении ряда разрушенных или поврежденных объектов культуры. Но главное, на что мы будем целиться, это фиксировать повреждения и разрушения, которые сделала Российская Федерация, для того, чтобы получить компенсации от них за тот ущерб, который сделала Россия против объектов культурного наследия в Украине. Тот факт, что наши партнеры будут помогать нам — это здорово. Тот факт, что украинские бизнесмены готовы помогать — это отлично. И мы работаем над конкретными проектами в областях для того, чтобы восстановить их, отремонтировать и как минимум обеспечить прохождение ближайшей зимы, для того, чтобы они не получили дальнейших повреждений. Но компенсации от страны, которая напала на Украину, прежде всего, наиболее важны. Поэтому для нас сейчас важно зафиксировать, в том числе с помощью международных экспертов, весь тот ущерб, который агрессор сделал в Украине. Если говорить шире вообще про сферу культуры в Украине во время войны, хотелось бы обратиться к манифесту, который не так давно было сформулировано и вашим министерством вместе с Институтом национальной памяти, с представителями сферы культуры и искусства. Какие, так она называется, культура-консолидация для победы, какие приоритеты вы можете сейчас назвать, которые действительно в наших фактических возможностях уже сейчас начинать это делать? На что сейчас вы будете основной акцент внимания вашего направлять? Для нас, прежде всего, важно не потерять наше украинское культурное наследие во время войны и продолжить, чтобы была последовательность действий в сфере культуры, несмотря на все то, что у нас сейчас происходит. Это и украинские артисты, представители искусства, культуры могли продолжать работать как в Украине, так и за ее пределами. И в этом отношении для нас важно продвижение украинской культуры за рубежом. Много активностей, которые сейчас происходят в Европе, в свободном мире. Сейчас идет большую туру Ukrainian Freedom Orchestra. Это совместность проекта с Metropolitan Opera и Варшавской театром оперы. Выставки запланированы в Лондоне, в Мадриде, в Париже. Много наших артистов, в том числе популярных, выступает сейчас в Европе. Для нас важно замещение русской культуры. Это не просто санкции против русских культурных деятелей. Это замещение русской культуры, украинской культурой в цивилизованном мире. И кроме поддержки артистов в Украине, вот все эти коллаборации и продвижение украинской культуры в свободном мире для нас крайне важно, потому что это и является напоминанием о том, каким большим культурным наследием мы сейчас обладаем. С одной стороны. С другой стороны, это напоминает о войне в Украине. С одной стороны, то, что действительно здесь сейчас беспрецедентный шанс зазвучать на весь мир и показать наше творческое наследие и рассказать о культуре украинской по всему земному шару. Возвращаясь в Украину, насколько вы видите, сейчас изменилась ситуация и нет уже такого болезненного отношения к вопросам о присутствии, скажем так, помните, мы говорили о квотах. Всегда это вызывало резонанс в обществе. Насколько сейчас спокойней относится к этому украинское общество? Насколько сейчас уже нет вопросов по поводу наличия или неналичия в нашем медийном пространстве, даже российских исполнителей, российского контента? Как изменилось отношение у нашего общества? Преимущественно общество против присутствия русского контента в любых сферах сейчас. Но мы же свободная страна, дискуссия у нас продолжается все время. Поэтому главное, что могу сказать в этой связи, это то, что для страны важно, со стороны государства, найти все ресурсы с помощью наших западных партнеров и любых других ресурсов для того, чтобы продолжать создавать и не только с помощью художников, поэтов и спектаклей, но и с помощью аудиовизуального искусства работы, которые рассказывают не только о войне, но и продолжать, собственно говоря, работу в сфере культуры. Поэтому дискуссия по поводу замещения важна, но она крайне, вернее, она возможна только в случае поддержки государства. Господин министр, по поводу украинского контента хотелось бы тоже подробнее поговорить. Украинское кино, несмотря на войну, продолжает покорять вершины. Сразу две награды 75-го международного кинофестиваля в Лакарно получила дебютная лента режиссера Кристины Тинькевич «Как там Катя». Это специальный приз жюри «Синепию». А исполнительницу главной роли Анастасию Карпенко признали лучшей актрисой. «Как там Катя» — это социальная драма о враче скорой помощи, которая ищет справедливости в несовершенном мире, чтобы победить систему. Фильм сражался за награду конкурса кинематографистов настоящего еще с 14 лентами. И у меня вопрос, а как во время войны, с одной стороны, вы тоже говорили, если я не прав, поправите меня, что война — время возможностей. Но тем не менее, а как у наших кинематографистов появляются возможности во время войны еще и выигрывать такие призы? Ну, тут важно понимать, что кино уже создается не сегодня, оно создавалось вчера. Поэтому тут важно продолжать этот тренд. И я рад, что Netflix, например, откликнулся на нашу просьбу о кооперации с украинскими кинематографистами, открыл стипендии. Но этого крайне мало. Сейчас у государства очень небольшие возможности продолжать поддерживать украинское кино и в целом культуру. Поэтому еще раз хотел бы подчеркнуть, что важно, чтобы государство находило такие возможности. И также важно привлекать возможности наших партнеров. Сегодня разговаривал с комиссаром ЕС о том, как расширить программу «Креативная Европа» с точки зрения кроссекторальной помощи украинцам и в этом году, и в следующем году. Также на контакте с нашими европейскими коллегами-министрами и с коллегами из Соединенных Штатов и Канады для того, чтобы найти все возможности, чтобы продолжить поддерживать украинское искусство сегодня. Но это один тренд. Второй тренд — это коллаборации. То, что я упомянул с Metropolitan Opera, эти коллаборации важно расширять. С Netflix, с другими коллегами. Таких инициатив много. И в области кино, и в других сферах. Поэтому эту ситуацию важно использовать для того, чтобы поднять украинскую культуру во всех сферах на более высокий уровень, в том числе и с помощью тех возможностей, которые сейчас открываются. Но, к примеру, мы никогда не думали о том, что наши театры и оркестры будут получать резиденции в Германии, в Словакии, как сейчас находится Харьковский театр оперы или Киевский симфонический оркестр. Поэтому здесь, в этом отношении, мы имеем сейчас все возможности найти ресурсы для того, чтобы продолжать работать. Ну, говоря о возможностях, вот я из описания вашего манифеста, вот всех участников этого процесса, один из приоритетов, названной культурной политикой, это еще и организация основания творческих резиденций в относительно безопасных регионах для творцов, которые остаются, просто пытаясь перевести быстро с украинского, в Украине. Это и поддержка, я так понимаю, что, в принципе, фактически людей, которые в творческих профессиях сейчас ввиду экономического кризиса, вызванного войной, остаются без дела. Насколько это перспективная инициатива и насколько она воплотима в ближайшие сроки? Действительно ли она может поддержать этих людей и финансово, продержаться на плаву? Мы удивились во время одного из первых визитов представителей триеннали в Украину, там была большая делегация, которые приехали месяца два тому назад в Киев, от них прозвучала эта инициатива. Мы были удивлены, они сказали, сейчас именно тот шанс, когда вы можете это сделать. Организовывать резиденции в Киеве, во Львове, для того, чтобы не только экспортировать украинскую культуру, а приглашать известных представителей искусства в Киев, в безопасные регионы и организовывать такие коллаборации внутри Украины. Это обмен опытами, это экспертизы, которые могут получить наши коллеги, которые остаются в Украине. Таких людей около 70-80% из тех, кто относится к сфере культуры, кто продолжает здесь работать. Театры в Украине в безопасных местах сейчас открыты, музеи открыты, люди продолжают работать. Нам важно сохранить эту возможность, проявлять свое творчество и показывать, что не только так называемый большой русский мир существует, а наоборот существует большой украинский мир искусства. А большому так называемому русскому миру место в Сибири и во всех других прекрасных местах типа Корейской Народной Демократической Республики. Хотелось бы с вами еще обсудить важный вопрос, именно связь с Украиной. Если говорить о маленьких украинцах, о миллионах переселенцев, 160 тысяч экземпляров детских книг напечатали для украинских детей-переселенцев, и все благодаря проекту «Книги без границ». Он реализуется под патронатом первой леди Елены Зеленской совместно с Министерством культуры и информационной политики, также Министерством иностранных дел и Украинским институтом книги. Все напечатанные книги – это произведения украинских авторов и по оригинальным макетам украинских издателей. Сейчас эти книги доступны украинским детям в 20 странах, в частности в Польше, странах Балтии и даже Японии. И это не единственный подобный проект. Хотелось бы узнать еще у вас о подобных проектах для украинских детей, которые вынуждены находиться сейчас за границей. Далеко не все могут устроиться в украинские школы. Как Украина сейчас пытается не терять эту взаимосвязь со своими маленькими гражданами? Во-первых, будут проходить онлайн-уроки. Дети, которые вынуждены были переехать в Европу, могут продолжать учиться на онлайн-уроках. 1 сентября будет в том числе онлайн-урок и в объединенном телемарафоне. Во-вторых, кроме книг для детей, продолжают распространяться книги в Европе и для взрослых. Всего на сегодняшний день тираж этих книг, которые завезены в Европу, около 400 тысяч. И в ближайшее время будет еще цифра увеличена, мне кажется, на 360 тысяч экземпляров этих книг. То есть такая работа продолжается для того, чтобы поддерживать связь с украинцами, которые вынуждены были сейчас временно находиться в Европе. Но для нас также важно продолжать работу и в отношении того, чтобы украинцы могли получать информацию, в том числе с помощью вашего телеканала, а также в том аспекте, если мы говорим про книги, о замещении книг, которые были изданы во времена Советского Союза, это книг многих, так сказать, российских издательств украинскими книгами, украиноязычными книгами в Украине. Работу мы эту начинаем. Сейчас идет дискуссия о том, в каком порядке это замещение может происходить, потому что книг, которые изданы еще в Советском Союзе, в украинских библиотеках, к сожалению, десятки миллионов. Поэтому мы должны найти также средства для того, чтобы этот процесс можно было продвигать и реализовывать в цивилизованный, толерантный способ. Вы также упоминали о том, что необходим широкий общественный диалог для того, чтобы ввести необходимые перемены, учитывая, что случилось в нашей стране. Это касается всех сфер нашей социальной и культурной деятельности. Это топономика украинских городов, памятника деятелям культуры, наполнение основы образования, что касается мистецкой, украинской мовы, и репертуарной политики украинских концертных организаций и театров. Насколько этот диалог возможен? Как его инструментально, вы видите, можно провести? И действительно ли мы готовы к такому широкому подходу, к кардинальным изменениям нашего восприятия культурного осредка украинского? Чувствуется, что вы переводите. У нас при Министерстве около двух месяцев уже как организован экспертный совет по вопросам преодоления последствий русификации тоталитарного советского наследия. Я очень рад, что люди, которые участвуют в этом экспертном совете, это искусствоведы, историки, ведут хотя и очень острую, но толерантную дискуссию, чем задают определенный тон для коллег в регионах, которые отвечают прежде всего за изменения наименования улиц Топонимики, которые инициируют вопросы перемещения, не, так сказать, разрушения памятников, а перемещения памятников советского наследия и распространения вот этой русской идеологемы, когда у нас должно быть 400 улиц Пушкина или 400 памятников Пушкина, тем, чтобы этот процесс происходил в цивилизованный способ для того, чтобы мы могли эти изменения вносить корректно с пояснениями, с разъяснениями. Все те запросы, которые приходят в наше министерство, которые касаются памятников местного значения или национального значения, подавляющее большинство мы одобряем, но каждый раз подчеркиваем, что это должно происходить с упором, с учетом мнения местных экспертов и перемещение этих памятников должно быть, не знаю, там, в заповеднике советской культуры или последствий русификации Украины. Но этот процесс идет, его не остановить, это естественная реакция украинцев на агрессию. Если до войны количество людей, которые идентифицировали себя украинцами, было в размере, сегодняшний, по-моему, статологический опрос, 60-65%, сегодня это 84-85%. То есть осознание себя идентичностью с украинской нацией, Украиной, спасибо большое, дененсификаторам происходит интенсивными темпами, и его теперь не остановить. Давайте тогда конкретику обсудим, я сейчас вас же процитирую, город Одесса. О памятнике Екатерине Второй у меня очевидное мнение, вряд ли его нужно оставлять. Однако это в первую очередь должно быть решение одесских депутатов с соответствующим обращением к нам, ну, к министерству, соответственно. Если оно поступит, не сомневайтесь, мы дадим согласие. Если, например, по данному памятнику Екатерине Второй, вокруг которого долгие годы была масса спекуляций, есть ли консолидация с одесскими депутатами, и какая процедура, если, например, памятник принадлежит к списку культурного наследия? Если это памятник местного наследия, то местный совет должен обратиться к министерству. Если они обратятся, мы, безусловно, дадим положительный ответ. Я в свое время помню, когда этот памятник создавался, по-моему, тогда мэром был Гурвиц, как-то при встрече его спросил, вот чем вы это делаете? Он говорит, так это же основательница Одессы. Екатерина не основательница Одессы, и не основательница города, который был на месте Одессы. Поэтому все вот эти манипуляции России для того, чтобы распространить, так сказать, большую, так называемую, русскую культуру на территории, в которых она в то или иное время присутствовала, должны быть, конечно, видоизменены. Но есть специфика. Каждый город имеет право на то, чтобы учитывать, какой известный культурный деятель, представитель культуры, искусства был рожден в том или ином городе. И там, в зависимости от местной специфики, вправе принимать решение. И тут важно учитывать историю этого вопроса. Точно так же, когда меняются названия тех или иных улиц, мы рекомендуем, эти рекомендации есть на сайте министерства, обращать внимание, прежде всего, на исторические названия улиц, которые были до того, как нас осуществило счастьем Советский Союз иметь дело с их нарративами. Кстати, по поводу нарративов и родина-мать уже, если позволите, вспомню еще один памятник. Так, герб Советского Союза. Когда будут снятся счета и будет ли все проходить по закону? Точно будет проходить по закону. У нас сегодня было совещание по этому поводу. Мы в ближайшее время начнем техническую экспертизу с помощью ведущих киевских институтов, обследование, собственно говоря, состояния всего памятника Родины Матери и непосредственно этого счета. После этого процедура предполагает создание проектной документации о том, как его снимать, и, собственно говоря, конкурс, на что его замещать, имеется в виду Трезуб, в какой форме он будет. Все юридические аспекты мы сегодня обсудили. В принципе, мы видим путь наиболее короткий, как юридические нюансы решить. Я думаю, что к следующему году вопрос замены счета Советского на герб будет решен. Субтитры создавал DimaTorzok